всем привет дорогие друзья всем привет с вами как всегда в уге и москальчик москалек москалидзе не знаю как сергей дмитриевич сергей дмитриевич егор андреевич и мы представляем карту сварка по номер 201 spring джи пел крот картка коротко в принципе называется спр тире джи пель но это он так сам назвал spring карта пятнадцатого года в принципе достаточно динамичная но очень удобная и давай москаль покажи нам что тут есть так ну давайте начнем насчет старт начал ищем где он тут значит где-то он рождет он здесь начинается так ну тут какой-то старт очень такой во первых он несимметричный неоднозначный дают три ракеты нам на старте сразу но это видим бесполезно и старт лидер скорее всего не обновляется вас проверено тайм-ресет нет нет но spring не допускает ошибок ну смотрите сразу как можно начинать во первых можно начать вот так вот то есть ракеты в лоб она дается дает 600 упсов вам есть вот так делать вот и сразу пусть 800 то есть начало назад жмем и потом задержкой жмем выстрел так на можно начинать и правда числе ни разу это не право ну как из бустала здесь вот это правда хозяйка сделать ну будем вам покажет но это не оттуда делается вроде может только 3 не оттуда в цепи мне оттуда отсюда хочешь ну карту просто покажи я потом ну а на кейс носируют и не все основные собственно три ракеты зелёка здесь лейк у нас есть нас обе кого на видели на у вас другой текстуры и обычно везде слик выделяется другой текстуры поэтому если вы видите что-то тут не ладно это обязательно проверяйте вдруг это слик ну тут видно да прям уж это слик и он такой не то есть не про не платформа с вырезом таким мне кажется сюда надо бы приземляться ну я предполагаю хотя ой и не заберусь обратно блин не он а тут еще тут стрейф идет так это тоже стик и так понял так вот дается ракета там блин не смотрю сколько ты давать не заметил там дается по моему 2 дом 2 дает еще вот триггер на который на котором можно набрать ракет себе но смысла в этом не вижу особо хотя сколько тут где он тут а у него когда еще большое во все так сейчас нет править на кучу ну чтобы видимо не злоупотребляли так хорошо значит тут у нас простой рокет спам идет тут нас тоже слик так тут у нас рампа тоже сликовая чтобы подниматься по ней значит прыгать по ней нельзя она с таким углом предельный тянем управлять тут нужно с разгона так летать и перед самым краем вот они по поняли да перед сам началом вы надо нужно нажать руки джам скорее всего ну либо на скорости в него летать с прыжком как уж пораутом так у меня ракет не осталось но скорее всего тут надо будет сохранять ракету и вот от этой стены возможно ну на поворот до с бустом и сосуду отсюда соскользовать я так предполагая на этом марка пи не участвовал поэтому я так чистого первый взгляд так тут нас тоже stick направо чин налево так еще на ракета дается то есть надо от слику отсюда вот слик и до этого слик на наблюдать вход надо и тут похоже штука как-то рампа туда он должен от перенеру киджам делать тут они да не попрыгаешь а вот это что такое что это горечь это триггер который дает тебе ракету который ты обязательно должен зацепить чтобы финишировать потому что у тебя нет ракет на финиш наверху ну-ка то есть без руки жампом туда никак не заберем из поэтому нам дается там ракета чтобы сделать возможно высокий подлёд и это вот триггер это плага да это все отсюда может быть либо раньше раньше долетится нет ну по-моему нет вот чисто руки джампа да нет он сложного тем более на скорости тут будешь лететь скорее надо будет надо зацеплять рампу кому в любом случае так сейчас я а тут триггер так ну-ка я сейчас еще что такое руки зеленые делаем сушен тут и так прикинул смотри тут кого-то у нас много слишком скорости живешь резать скорость чтобы часы ракета зацепить начата делаю дают ракету еще одну играет одну ракету ну-ка сейчас ну-ка за ладно в общем тут надо думать финиш на самом деле такую не очевидно сбоку тут никак может про стрейфить можно как-то отсюда чё у нас суши и тут далеко вот так то не знает в принципе возможно нет стрейфом какая скорость и будет в принципе со слика можно 1080 на 1800 получить как считаешь да ну не знаю все равно говно руд ну как бы как костыль его можно будет использовать но и вали как основной и тут финиш вот походу вот это ли не финиш там потому что тебе это рамп там ну короче покажу объясню потом давай пройди быстренько так быстренько ну тут во первых нас 1 ракеты 2 так полагаю отсюда должна быть упс тоже проблема я сразу обращу внимание тут походу нужно без лишнего прыжка для летать сразу отсюда и тут возможно эту ракет давать чуть ниже или наоборот читаю чтобы летать сюда и отсюда руки джампом сразу на слик я так считаю но сейчас не буду к что где вот план тут принципе понты понты подожди подожди я так по ходу просто думаю тут я взлетел снова раке жампа как ты видел до этого ну куда ты проходил я вот думаю насколько ли каскать юзабельная резать скорость на этом повороте чтобы словить 2x вот я сейчас об этом подумал не проще ли пройти как как вариант один из роутов потому что быстро это он но он быстро то он есть но он никакой он не не сдвиг с двоих стук для в кудре актуара 2x для выкатри а для цепям скорее сегодня давайте это еще раз сейчас вот да упс тут надо летать скорее всего я не долетел я подумал сразу что вот стену по траектории но мне кажется доносить ракету до этой стены будем вам все расскажет покажет да тоже особо не слышал как пацаны игра надо ударяться под их рынок за да это говно были карцаны она кривая на нее на самом деле есть фикс без этого триггера дурацкого который надо хрен пойми как зацеплять но администрация дф компс точка ру решила что дефрагере дефрагеры сраные не люди и мы такое можно подать но самом деле это общий косяк всего костяка администрации потому что как-то не вне сразу обратили внимание на то что есть фикс этой карты не чекнули что это за фикс а потом уже когда уже стартанули и здесь на не стали мы ничего менять не все таки то ваги нет видимо этому и настройки графики новые высокие очень постараться ну я тоже чувствую что карта мне не очень нравится ой пардон тут надо короче спейсинг рассчитывать не знаю все рассчитывать вот прям отсюда что как-то как-то рука с родным на ней не лежит так скажем такой трампа нормально и руки джем рушь просто топ тихо 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 хорнусь чекпоинтов минус 600 минус 500 минус 300 ну типа понимаете да ну карта ну я не знаю мне сразу не понравилось вот как я зашел мне по раз прошел не знаю не значит сказать специфичные как и любая карта спринга в принципе на любителя не знаю не знаю не нравится карта ничего не нравится честно скажу не старт этот тренинг хера то непонятно что делать столько вариантов мне кажется что тут 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 можно ничего тут нельзя что тут сделаешь и дурак что еще тут нет 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 ну ладно верба он тут нет учет молли что-то спрятано надо посмотреть ну ладно давайте тогда егор покажется хорошо ну давайте гор покажет в принципе в кутри по моему старт можно от этой стены делать а потом от этой но это не точно я не не помню как вы под решаем ходил на вроде бы вот так вот как мы с как проходил с такими вот двумя ракетами а цпм надо делать гб вот на этой узенькой платформе и следующие ракеты по моему либо вот в эту попадать либо вот в этом вот в этом нет нас кого-то для гб ты блин находишь примерно так надо делать и вот тут вот несмотря вот на эту кривотень в принципе вот эти в дырочки все перелетаются после минут идти наверное игры на этой карте но если конкретным роботом уже играть и вот здесь интересное место здесь можно подстроить свой спейсинг так чтобы ракета взялась по приземлению сюда на уголок то есть можно приземлиться примерно вот сюда и подняв ракету сразу же так как это цпм нас ракета мгновенно появляется но с небольшим делаем там минимальный вообще можно сделать руки джамп и потом заюзать либо какую-то есть стен намекает текстурка что тем можно стрелиться да и собственно это экономит нам очень много времени это дает очень много скорости плюс там еще дают ракет поэтому но вот этот спейсинг его нужно просто найти я сменял самого пару раз получалось когда-то тогда этот варкап шел но я уже не помню тут есть какие-то хитрости типа сделать там с кем здесь с кем вот примерно так в общем надо делать дают три ракеты здесь можно завязывать в принципе вот так вот падать перед сликом сликать 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 и вот здесь вот есть вот такие вот штанги как перекладину нужно падать сосека я не помню только с жампом или без нужно падать сликом и отстреливаться и делать вот тут вот прыжок на этой рампе на которая можно прыгать врезаться вот в эту палочку переходя через триггер как бы и лететь дальше на финиш и тут вся дичь в том что нельзя как бы постоянно вот в такую узенькую, а там скорости не маленькие, нельзя постоянно в нее попадать стабильно, поэтому ты либо улетаешь сюда, либо между можешь пролететь либо просто не попадаешь, что-нибудь пошло не так, либо ты зацепляешь не вот эту рамку, на которую можно прыгать, а вот эту, на которую просто как слик да, нельзя прыгать, потому что угол предельный, нельзя прыгать, да, там больше 45 градусов, да если больше 45 градусов то все уже, прыгать на ней нельзя поэтому такая вот, а в фикс версии, там по-моему выпилили вот этот триггер и давалось, по-моему, там две ракеты что-то такое, ну там немножко вот этот финиш спринг изменил, потому что понял, что это полная хрень и давайте ну по роутам, чего еще, тут в принципе можно делать под себя шкапи хотя это не совсем востребовано востребовано, в принципе, можно делать с даблджампом от этой текстуры вот так вот это можно передрочить и выводить оттуда где-то 1700 это тоже такое себе, потому что дольше летишь, потом еще даблджамп, вот это надо сделать нормально потом еще отстрелиться и в итоге ты слик как бы пропускаешь ну вот этот момент, вот самое бесячее в карте это как раз вот это вот то, что нужно приземляться вот сюда на уголок а так как здесь летишь на большой скорости тебе нужно как-то это четко ровно скинуть скорость еще повернуть, хорошо еще отстрелиться с мочи если ты слишком далеко будешь ты не успеешь так что эта карта полна таких вот не знаю неприятно неприятных специфичных моментов поэтому хотя демок на ней, конечно, много она весьма динамична весьма играбельна демки индера у меня, по-моему, нету ну вот основной расклад вот так вот, как я сейчас лечу это самый такой стабильный расклад то, что тупо падаешь вниз отсюда приходит сидит рокет куда-то сюда еще не факт, что ты залетаешь потому что ракеты там с высоты все равно неудобно кидать все-таки вот микро-моменты, которые очень и очень мешают сейчас я попробую пройти я тут тоже не помню по-моему, как-то вот так надо делать перед сликом тоже очень важно приземляться либо на сам слик но лучше перед сликом по спасингу чтобы не терять время нигде потому что на слик, допустим, если слишком сильно летишь как-то далеко ты можешь куда-то вот сюда допустим приземлиться и ты потеряешь вот это вот вот эту часть ну да, чтобы максимально брать на слике да 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 а когда перед ним приземляешься вас рампинг как бы притягивает к слику и вы сразу начинаете сликать очень удобно очень удобно и в принципе несложно вот господи, за такая жесть типа того надо исполнять это просто я не знаю ну это нет, в принципе затунка, спринга очень даже ну классно, да такая динамичная все круто но это выполнять очень неудобно и видимо по мнению большинства насколько я понял он выпустил там потом посмотрим он выпустил фикс-версию по поводу прохождения стрейфом здесь можно поступить следующим образом чтобы не делать эту дурацкую стрейфом там в любом случае не перелететь тут можно не продвигаешь можно цепиться вот так вот за за краешек ну и рампы сликовой на слике много скорости можно делать примерно вот так в итоге одна ракета ну как бы ракета сейвится и финишируется но минус в этом в том что как бы вы об эту рампу гасите всю скорость абсолютно классно 1500 на 1000 вы летаете проще конечно ну не проще но эффективнее гораздо задречить этот тараки джамп очень нестабильный потому что я я искренне пытался ее начать играть когда начался варкат но я просто через пару дней сказал идите в жопу лучше там не знаю сити рокет поиграю ну тогда да лучше просто сделать финиш более слифовый для вас мне кажется с трейфом не знаю слифовый или не слифовый это будет но считай что плюс сохранить хотя бы который у вас по карте набрался да а там он по-моему дает две ракеты и финиш у него внизу вот здесь в фикс версии тогда зачем вторая ракета ну тут такая же рампа там по-моему чтобы ее перелететь я так и не помню там ну там по-моему сбоку проходится как раз двумя ракетами типа одной под себя другой в эту стену надо что-то такое там в общем-то вот даже не знаю что в этой карте еще можно показать а я помню как-то я а вот можно вот так об рампу кстати юз и на краешек приземляться приземляться на краешек набирать на слике больше и в итоге еще раз дополнительно от рампы получать ускорение а этот по-моему сложнее и еще вот этот узкая конечно не помню как тут тендер проходил держись вообще такой спейсинг рандомный ну тут можно его стабильно типа вывести но такое себе однако плюс 300 всего не знаю сделал ли кто-нибудь как бы такой ролл там из демок как-то там первую стену схемил потом там еще уголок скинул типа вот это вот он схемил как-то вот это по-моему схемил и выходил да каким-то хреном там ну эндер читер что с ним разнишь они начало пипец вообще никому не завидую играть хороший тайм ну я играл ох ты летел ослика вот так не 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 то что-то я долетел ну там скорость в итоге все это вся не нужно надо по-широк и заходить туда не по-широк и заходи туда где-то вот тут делать прыжок на 1200 скиньте ну не скиньте на просто здесь рядышком делать прыжок где-то в этой области на 1200 и приземляться как раз вот сюда и все ты здесь сделаешь благополучно ракетжамп и стреливаешь на который спрессинг 1200 так узко до 1200 еще ой красавчик типа того вообще о 900 тишь тут кстати отбирают рокер так что далеко его не засевить далеко его не унести сейчас получу нету нету же вот это дебильный поворот так что еще не злодится здесь будешь еще ладно уж ну давай давай дымками ну и вроде бы все вроде бы все рассказали обувь никаких нету обувь в принципе выключены на этой карте да ну если что я скажу вот когда я тестил поначалу я вот никак не мог подобрать четкий спейсинг из-за сликов потому что как-то он ну как-то рандомно для меня это было все и сброс рывком тоже так не очень стабильно происходил и вот я тут дальше то ближе приземлялся вот как-то никак не удавалось у меня и тут постоянно скорость рандомная на вылете ну прям так рандомная но отличается постоянно нормально ну то есть все медленно по сравнению с тем чтобы сверху пролетать поэтому ну да как бы даблджамм плюс ракета в сумме будет гораздо эффективнее ну и скорости больше гораздо но он сделал бы он просто рампу до обычную а не вот такую двойную херню в принципе мне кажется был бы ну полегче да согласись ну естественно но он видимо как-то не подразчитал да бывает ну блин все знают что он топовый маппер как бы не думаю что ему прям зазорно так какую-то ошибку и я к тому же опытный говорю что он эту потом ошибку просто превратит в свой плюс какой-нибудь будет уже знать что какие вот вещи не совсем заходят вот здесь об ну да негативный опыт тоже опыт да так что вот ну устройство и утечество показывает повербанцы на детекторе да на рампе как может быть есть у тебя градус отрицательный если смотришь вверх как-то опция наверх наверх как-то может быть но мне ничего не показывает видишь бывает я показываю ты чё с читами там да не слушай объективно как так-то да не знаю оказывается на поверхность под тобой вот сейчас начал появляться к только 0 пришел разберемся потом будет конфиг не очень у меня залагало все у тебя залагало у меня вылетело почему-то все я вернулся давай так так секунду я тоже вернусь утре вылетел слушай а ты мне что скинул я извиняюсь ты мне скинул чисто свою модельку да где что-то еще все все чё у меня почему-то это изменился шрифт дефраги не знаю у меня ничего не появилось давай ты можешь мы можем потом это все давай дымки ладно ладно давай хорошо значит сейчас найду ах буди-буди давай готов звук отриночная да и крайне будем назвать место вайпер 50 на пин 51,5 и стрелять и плать будем быстренько их щелкать потому что демок много особенно цпм не будем долго задерживаться болтать постараемся во время демок все обсудить ой начальной ракеты не очень чистое получились но начал он хорошо так задом мне понравилось это прям так чётенько ну и ку-3 тут по-другому как-то и не знаю в целом особо таких косяков нету игрок начинающий как он здесь заберется антрампы нынешний ракет использовал ну там не факт что ему скорости выхватила ну вроде хватало он там даже ракеты по полу совсем плохо но все равно долетел с запасом поэтому без ракеты мне кажется долетал ван во финиш кстати хорошо врезался в рампу то есть в самом последний момент да и вы ку-3 тут еще больше и дрочь потому что нужно зацеплять именно рампу на которой ты не можешь прыгать чтобы тебя толкнула потому что если ты зацепляешь рампу на который можешь прыгать на который может даблджампе у тебя не получится этот прыжок ты просто потеряешь всю высоту это полная хрень вы кутишь на бедный мне жалко рекрута который затрачивал там на 35 секунд сиди хабиб из румынии быстрее на хулиган у тебя там не сыграл вода 47 и 2 хулиган play быстрее на 4 и 3 целых да ну где-то в киев некоторых моментах значит будет побыстрее у нас вот начало быстрее потому что используя 1 ракета об стену это быстрее всегда об стен использовать быстрее ракет здесь пошустрее конечно не знаю зачем он там притормозил там еще причем специально ракета лежит так ну спринг же не лох там специально рокет лежит так чтобы она взялась и если ты пешком идешь и взялась если бы ты шел если ты прыгал в прыжке потому что обычно в ку-3 какие-то этим и они но все эти мы не берутся да и ой финиш хуже получается да сейс больше ракета да ну может плюс большой увидел в каплянку ну дальше не рисковать но мне кажется нет у меня такое ощущение создалось прям вот сейчас что нет он не не то что вы не хотелось сходим тупо так не делал 41 на секунду быстрее стихо бипплей из румынии о начало близко кстати к оптимальному ну идея была правильна как я показывал на обзоре вначале уисус кимом прошел быстрее получилось но у сети хобби ваще красавчик вот он уже тут не тормозил там но на ракете делал нормально все ой руки джам перед рампой западил чуть-чуть зачем-то от себя стрелок те может просто под себя стрелять и лучше будет гораздо ой ты чё смотри чё ой финиш хороший зато сити хобби если ты слушаешь это пожалуйста перейдите перейдите ваше первое место для нас пожалуйста просто будь лучше про волги на 6 секунд побыстрее он он увидел да да из канады play 6 секунд и я даже знаю где он их взял как думаешь маска где он их взял не врелся в конце ой какая-то модель что это за звук еще посмотрю ой у него девочка бегает классный классный 2x да 2x сделал хороший 2x и здесь у нас хороший получился рк джамп ну почти хороший в целом пока все очень быстро увлажнение пошло так здесь он не провалился и все чистенько проходит да а волги молодец блин с батл сьюидом не так хорошо видно ее чертовно держит кианекс на соточку перегнал волги play анбит кианекс очень даже такой успешный путришник я считаю ой вторая ракета получилась очень рано на чем тоже выиграл время неплохие гранд фреймы 2x красавчик 2 и 2x ну не самый лучший но в принципе словил неплохо в принципе по прохождению даже не знаю к чему придраться ну как бы так понятно что нужно быстрее но силу его скилла он все проходит очень даже хорошо видно что он потеял и наша старался и финишер еле еле чуть-чуть да притормозил чтобы не врезаться молодец сориентировался не нормально да еще красавчик молодец redborn 37.3 из белоруссии play 2 и 7 аж быстрее да на 2 секунды это жестко мы увидим но я подозреваю примерно тоже ранняя вторая ракета странно почему не хотели все мой робот использовать лучше мне кажется сразу 800 получаете а так вы не совсем удобно же все равно было а тут ты от стены отстрелился наискось сразу в другую стену и без проблем там ориентируешься стреляешь но было проще всего ну да возможно да так ну в целом да все все гораздо быстрее дымка почему-то лагает у меня не . видимо у него там что-то лагало ой врезался грамотно в этом да 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 балка врезался очень хорошо получилось и вот туда но везде на втором этапе после рампы ой после ну да после высокой высокой рампы у него все быстрее чем океан экса прям все город борн красавчик и мне кажется что-то с началом не то мне кажется можно что-то быстрее сделать сейчас будем это как вас видеть все быстрее быстрее это кстати было третье место уже да да редборна поздравляем тебя и монстрик занял второе перегнал на 300 отборна давай ну давай рок вот вот она но все равно он нашу сразу на 650 он слился это неэффективно но может плохо стрелился так он да он же не сделал его случае было бы лучше наверняка заюзывать боковую стену от которого можно плохая была так там мысль это правильно вроде как вы не знали типа плохая попытка переиграй тем более поставить сегодня не знаю ой не врезался в конце давно это это никак не помешало зато на рампу на рампу до упал про счет 1300 еще на финише это очень хорошо вот скорее всего вот в этом моменте он и методи 300 примерно выиграл хотя не факт потому что же потому что да если бы он реально не врезался в балку и дозралась на это слишком много летел времени так что да рекрут на целых две секунды оторвался с первым местом поздравляем тебя золотом play красавчик да рекрут просто ну-ка-ну-ка старт наш кандидат 700 вот она все равно тоже он будет вот смотри он сделал ничего скорее всего у шайна может подсмотрел вот это жестко 2x по-моему можно было минус прыгать от до 2x я не ошибаюсь не так указан назад топовые демки поднимать у нас их нет фиг за но ракета очень хорошие принципе рекрут сам по себе габочи хорошо играет поэтому очевидно что мы будем видеть и без прыжка там кстати делал с лика да ну хорошо очень очень классно прошел красавчик ну вот единственно да вот мне кажется минус прыг можно до 2x а в целом он не чисто пройдено но некоторые поворота тоже так можно чуть чуть повыше пройти это кажется все в целом старт хороший достаточно неплохо так и кончились у нас только 3 до кончились да да вместо занял рекрут и перейдем к цпм крайнее место занимает 720 с таймом 41 и 2 play а это кто не знаешь не знаю это фейк или не фейк начинал у канала ракету а нет потерял ракета 1 на один ракет потерял это большой большой минус сликать он вырезан сил как и поторможу чуть-чуть врезался по строки джампа он с ликой двумя кнопками надо уметь только стрельфами мысликать это гораздо может больше по скорости дать это надо тренироваться до принципе у нас на ютубе есть ролики с обучением можно там подсмотреть в целом я бы не сказал что он прям косикнул где-то единственным отрезался да и все а так прошел очень чистенько молодец начали ракету еще потерял могу где-нибудь и впихнуть хоть и даже под себя можно можно было теле от себя то же самое скорости было бы чуть больше head hunter да да антар идет как hunter 39 на полторы секунды play на полторы секунды заплеил просто бедно 820 ой начало чё-то как это странная к этой дерганой начало получилось тоже не использовал стену прыгать и джампе странно видимо сложно было но вот это же лишний ракет использовала в рампу это же эффективный совсем лучше использовать лучше подлететь и потом от стены использовать ракета так гораздо лучше будет это же вот кто как попало мне кажется будет проходить вот это место потому что потому что да ну ну что да потому что мы уже рассказали все про него так и следующий лунтик обогнал их head hunter почти на полторы секунды play на 13 play 38 и 4 могучего лунтика который кстати теперь уже не играет да почему смысле не играет но он забил сказал ничего не получается я не буду играть мы ему искренне пытались помочь все причем видимо может быть реально не его может быть он как-то не хотел но кстати не зацепил стену и на этом он выиграл мне кажется основные основные тайм ну да относительно придут предыдущего ханхат ханхат народа head hunter сложное слово луганские опасные парни сликал тоже как попало и финиш принципе побыстрее по моему получился мне кажется помедленнее чуть-чуть может нет ну может быть ну там так на по фреймам чекать но вроде быстрее в каком-то моменте деку на 2 секунды быстрее из владивостока из глубиночки когда я стримлю у него матч что у него за моделька они давно сын играет там из какого-то аниме но по скорости все вообще отлично у него залетел как бы не зацепился нигде и на рампе хорошо сыграл какая-то ведьма непонятная перед сликом не стал делать перед сликом почему-то джамп сразу бы на слив попал но слика очень много на этом потерял но сликает гораздо лучше чем свои оппоненты и вот у него большой минус в том что он не заюзал не не делал руки джамп потому что он наверняка у него получился крайне крайне нестабильно ему пришлось как бы сэйвить рокет и идти просто с этим рокетом до финиш уже потеряв всю скорость но не зверя на это он обогнал почти на 2 секунды принципе а значит скилуха есть 358 rx8 рифму мы сказали play демку показали сколько там на 800 до у ее куда куда он пустил эту ракету она ему по-моему дала 20 псов если правильно заметить жестко ну неплохо но где-то он 800 эти отжал о использовал стену наконец-то после руки джампа а там до кидыку тоже не использовал он их делающую выстрелить судя по сих ракетам на финише но не стал тудио ну прошел да ну вот это вот 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 этот момент вот если вы не этот момент у них был у всех тайм был там на секунду на 2 быстрее если бы не вот этот вот дурацкий момент с триггером который надо чек такой суровый замах в конце бойся моппер угрожает как будто не хэдхантер из луганская rx8 перебил его черепанов на 800 из трех точек по-прежнему да такой интересный черепанов а это скул тег я понял привет скул тег опа 2x ну как я и говорил скорость бросила 2x поймал это было неэффективно но для новичков принципе с его достаточно да и вот здесь кстати очень много скорости но ракеты все протерял где-то и вот кстати прыгал перед сликом тоже можно дать ему за это плюсик слик достаточно неплохой и к сожалению тоже не сэвил рокет в конце его русского басила ну там радуется прошел наконец-то получилось донести этот плюсик видимо у него и перебил нервар на секунду просто легко и непринужденный play из нидерландов наш белорусский собрал который говорит на говорит по-русски по-белорусски украинский по-немецки так показа оригинальной старта я меру оскара выдам и дал здесь поэффективнее у него получилось 1100 залетел и использовал стену после рамка зря использовал даблджамп в конце с ликами кажется точнее мне не кажется я уверен что там без даблджампу так сказать наискосок больше скорости можно сохранить после слика и вот он задевал этот триггер и за счет чего в принципе и вытащил ну не совсем потому что он потерял очень много все-таки врежешь ведущие некоторые просто пролетали а он прям еще потерял еще высоко взлетел очень ну тоже спорно но него там принципе перед рампой побыстрее было ну да вот так он где-то потерял где-то сделал лучше это обычное дело и немножко совсем на соточку перебил дукич play из уа начало уже бодра так тоже начала как нерв наш нервы а не совсем никак и нервы от пользу но все равно нервы я у тебя забираю медальку за оригинальность это уже не оригинально братан царя вот кстати у него как раз был спейсинг чтобы взять рокеты сразу отстрелиться но он этого не сделал потому что вероятно либо либо не подумал но скорее всего не увидел этот момент все равно еще опыта не хватает или увидел но не получалось у зацепил триггер концева красиво молочек самый краешек и хорош да мы в один из вариантов прохождение завалить кстати говоря но это рандомно но не знаю получился получилось середина достаточно медленно и гораздо медленнее чем нервы поэтому у него вот такой разрыв с нервом маленький а так бы он мне кажется сделал как раз около геймрога 33 0 который возможно все это почище как раз и исполнил play из белоруссии землячок начало армара на стены начала заворачивать через кнопку в ой не умеет трюфами парень я сегодня писал об этом беседестве у нашей не так чисто когда альмера заходит не игрю в молодежке у нас здесь а да я приболтался бы венца быстро пойди быстро чуть не зацепил краешек перекладины ну вот он как раз почище все исполнил гораздо быстрее чем дубич за счет чего вот эти 900 ты выиграл и кем урок возьми просто какую-то стрейф карту вот эти скажу на которой я учился вот серьезно я помню я учился на на карте порнстар тире з з з 3 z там включаешь ее и учишься поворачивать кнопками а.д. никого не ждешь пока те на блюдечке принесут просто ведешь и учишься все только так 3010 сети хабиб play румына и секунды целых ой начало у и хорошего начала до начала очень классно сидит вас будет я познаю что он смотрит в комментариях бросал кстати не стрейфами сбросла с помощью кнопки с это как вариант это медленно гораздо это но это стабильнее для игроков с кивом в среднем это согласен это стабильнее и ну и удобнее в целом да в целом очень круто чуть не зацепил на рампу на рампу но можно было подровнять немножко спейсинки попасть на рампу было бы чуть чуть побыстрее а так прошел достаточно хорошо у вас better than wikifree beach на соточку перевела хитой из непона возможно я сейчас сказал что-то плохое но это уже неважно плыть где-то хинтай сделал лучше сказал бы что хинтай сделал везде лучше использовал рампу до начала медлить равно да но это все равно классно что люди пользуют тормозила в стену неплохие ракетушка прям торможение за она очень далеко находится поэтому это не эффективно ой забустил ты смотрю хинтай это не промах попал сразу на краешек слика прыгнул ой в конец божественный вообще красавчик идеально сделал ой и просто и за очень пока что это самый большой финиш по скорости самый лучший кстати у нее сервер еще трикса но это может это пусть играет под фейком римычи 29 и 4 play но прошел хорошо ой начал ой начал это лишний прыжка ой соски мучи красавчик но и римычащая красава до часа скил еще но тоже юзал стену по стену все-таки удобнее было бы было им все-таки юзать чем самим сбрасывать неплохие ракеты по вы получились у ее тоже уже но тут уже более такое правильное распределение ракет по выстрелам ой врезался в балку красавчик вообще молодец да вот самое такое прохождение до хорош только после подъема с рампы было медленно там можно лучше вылетать гораздо что он там находил чуть-чуть ну да не набрал скорость видимо на слике там на слике не надо прыгать и не помню все прыгают прыгают пытаются если не даблджамп то просто на рампе прыгают там не надо прыгать вы слишком высоко подлетаете надо просто снес скальзывать это же рампа сликовая ну блин ребят ну нормально играйте хулиган 29 и 2 сделал один раз волги а а все кида давай с хулиганом до зили джель зили джель просто футу волги сначала идет без разницы первая х русская начала медленнее чем предыдущие посмотрим не в целом у него по скорости гораздо лучше чем у нас личный красавчик 1700 там было вообще перерам вы и на 900 он выглядел но это не самый эффективный способ но принципе это быстро да и тоже не прыгал на рампе это очень круто ну вот вот у хулигана возможно вот это такой он может быть сам не осознает но это частично такой опыт в нем играет то что она тут слик рампа мне не надо прыгать тем более лететь там куда-то высоко не надо там вот как-то сопоставляется возможно но в конце чуть не врезался потолок да да в конце речь на нем чуть не зафейлил и это было гораздо ну очень медленно хулиган старайся лучше за еще раз эту дырку поставлю не вали ты все понял ты в тот же самый таймплей 29 248 очень интересно где волги сделал медленнее интересный начал и где он сделал быстрее так и потом обручить начало увидел до выпуски пешком еще 700 также перед рампой и вот здесь вот волги возможно даже использовал более эффективно эту ракету у него полную но мы узнаем не знаю но тут да но все равно это не эффективнее чем раньше возможно ну вот вот у него то есть возможно он вот это за счет этой ракеты он вырвался в плюс а за счет такого финиша не очень хорошего он обратно вернулся и китай хулигана сделал так что может быть и так серджикус из белоруссии на сотку быстрее ой вот результаты тут на 29 секунде да это вот как раз такой средний и скилл ой подцепёжка ты смотри чудил и парни нас смотрится всяких вуде да да еще на подцепёжка и за поле в руки джампере этой рампой ну косо страшно не нормально и вот правильно использовал ту стену боковую тоже хорошо хорошо со слика вылетел здесь куда тут конечно но он побоялся там хорошо по сликать то можно было он он просто со слика прыгнул чуть-чуть после кого типа для спейсинга и потом нажал прыжок а можно было просто по ней сликать падать делать руки джамп без лишних прыжков до попадать в рампу в эту там ну и дальнейшем сценария в общем да мы в целом неплохо нормально пошел есть и кстати вот вы не планируете врезаться в балку который на потолке на финише то можно на последнюю рампу которую вас сильно подкидывает может под углом заходить как-то вот там зависимости от того кого страектория до этого была и вас тогда меньше подкинет это может спасти вас там там спасти может но там тяжело по моему боку тяжело может спасти то в лоб заходит все летят высоко и в лоб заходит больше скорости теряет от этого либо просто целиться в перекладину которая там есть ну да 277 взял марк play на 1 и 5 4 на 4 побыстрее с форостах и он там играл форостах и кстати большой молодец мы оба узнаем потом да потом где-то это в сентябре мы знали что форостах и молодец неплохие ракеты еще 800 перед рампой хорошие ироки джампу и право ну нет не завязал правую стену завязал там же гей волви с их достаточно хорош получился и такое средний не и на овощи нормально просто красавчик пониздак они сразу и не делал лишних прыжков сразу делал rock jump и залетал на финиш а там я видел просто очень многие делали еще дополнительный кружок типа а я не долечу у меня три со скорость и в общем-то вот марк большой красавчик кстати я отмечу марки если ты смотришь отпишись в комментариях обязательно я чтобы я знал я тебе скажу что ты большой молодец потому что я тебя очень часто вижу на сети ракете что ты играешь в эти роки ты заворачиваешься и это очень классно на 50 сделал побыстрее и сеткис из да тут не скромности ребята то скромность это такое на самом деле в таком деле как дефраг лучше спросить типа ты про какой-то совет меньше ну в целом дату люди боятся спрашивать а ну да ну ты у меня первый доничь и гоню рука трясется до начала что-то дикая у него как будто с сенсором он будет и get style get style да не серьезно смотри у него я бы не сказал что у него высокий сенс он двигается нормально в рио свой красавчик вообще вообще ой финиш очень хорош на финиш топ вы немного про скромность реально не ссыте мы открыты для всех можете любого там андеда увидите годовцы увидите по крайней мере вот за них за всех я точно могу ответить что любой из них поможет либо скажет куда обратиться чтобы помогли поэтому если у вас какие то есть вопросы обязательно спрашивайте вместе с ней особенно если вы видите вуди на сервере и даже если у него стримом либо скажет напиши мне позже у вас я тебе помогу либо поможет на месте зависимости от ситуации так котейка наш символ онлайн-капа на 200 по быстрее сад тогда до play не скромничать не скромничать я помню что вот холли до того как начал мне обучаться боялся мне написать он не признавался но это что боялся поводу будет как я ему напишу как берешь и пишешь сначала сейчас оптимально было часу котей как прям молодец до начала очень хорошие из срам вы с руки жамбы очень грамотно завернул и финиш свой 1000 учитель предыдущий еще 400 там что за финиш и пошли но от лишний прыжок опять же это тоже минус чем раньше у вас будет вот этот прирост до 200 усов от руки джампа тем больше вы получите по тайму марки джампа уже такой заполнить который идет на 200 усов он же не под себя идет от себя это ну но то стараться лучше а если ты постоянно будешь вот так вот типа сэмова играть если ты не будешь рисковать у тебя скилл тоже не будет расти ну ладно но это факт effects сетих и библиц effects и но просто гнаться сразу за всем не знаю гнаться за всем ну блин это такой момент что я же его не застрелят там 15 гб сделать риску и делай 15 гб пока не проднешь его сделать 14 15 поэтому ну как бы такой момент что просто очевидно же что делаешь и рж раньше пусть даже тут я вам скорости особо не дадут стоунки уцов даст все равно это будет быстрее чем ты лишний прыжок делаешь потому что прыжок дополнительно это 700 а очень много ты неправильно считаешь там не так считается там берется чем раньше тебе дается скорость на конкретном участке чем быстрее ты его пройдешь они фаза прыжка считается тут получается один прыжок быстрее как бы получается у тебя два прыжка вместо одного руки джампа пусть я либо 1400 на всем участке либо 1200 половина и оставшиеся 1400 так считается этот выгода где-то может быть 200 миллисекунд примерно но я так на скидку 150 может быть но я просто но ты так сказал ты мне будешь объяснять я дефраг прошел маска прошел ну ладно перепройди туда я надеюсь что вот эта информация поможет все равно всем всем участникам варпак 26 и 8 ну да на то все правило то есть чем раньше получаешь скорость тем быстрее ты проходишь карт также там следующий да ты нажал уже и да 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 начало прыжка кстати там помедленнее будет но да ну начала в целом очень хорошие мне нравится варпак вообще варпак же вон вандерской молодежки вода я приобрел занавесу мы его хотим в основу вообще взять ну что вон как херачит побоялся надо было сразу там резать угол широко на финиш прошел но тут еще лишний прыжок да да ну тут прямо видно было что он вот наверняка на верочку мне так показалось как то этот момент просто вот я хочу пройти уже и и вправе дыркуется но тут был прям руки жамп запасом долеталась бы я сказал но вам 26 и 8 из 256 на 40 побыстрее чем варпак play просто х и русский анг русский анг да который зарулил зарулил ведь он да этот кап с ликами нет нет а там что брейкер за рулю да да очень хорошо сверху кстати говоря на очень хороший у него старт прям очень великолепный и ракеты хорошие здесь всего 1600 конечно минус бустец и бустец да это тоже очень хорошо попадал на старт да вот он сразу завернул это тоже дает небольшой плюс это жилище подробно финише да он тут слишком близко к рампе там приземлялся принципе тут тут ладно еще я прощу слишком близко к рампе там приземлялся далеко было лететь поэтому если он и делал руки джамп то он бы возможно скорости не дал просто высоту да нет да на 200 долетался бы вот начало он сделал быстро очень то есть он ракет использовал раньше и соответственно второй ракет тоже использовал раньше и поэтому на всем участке получилось больше скорости мне больше меньше времени вот вот так правильно там такое от него бы все зависело в принципе но это это по задумке правильно 25 и 7 на секунду и один быстрее бафомет play of a melt бархан бархамет и жидкий пус все такое о начал побыстрее уже не вычего то все туда начинали никто габы не сделал ночью в этом реально сложно так стрейк хороший старт хороший завод жамп потерял тут на повороте да он очень много потерял там он он и еще ой ну тут внешних красавчик на 1000 вылетел на крае сика приземлялся здесь все хорошо хорошо засликал и тоже хорошо в принципе эту рампу словил и вот вот он не делал как раз лишний прыжок и сразу финишировал даже меня перебил как бы играл 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 этот финиш послал в жопу и перестал бить ну и про плюс 300 сделка из почти ну плюс 200 даже боже молодежка тут молодые наша ну не хайз это как был хайз но все равно фейкерный андет аэро в прошлом так что не за хайз неактивный был бы он активный там еще можно было наверно чем но участок как видишь войну по скорости очень хорошо сделал гадика ой с рампингом слик но высоко подлетел зачем вот это вот это вот да но там весь книжка терял были ну очень круто конечно тоже не делаешь не кружеры тысячи да прям красавчик ну даже не знаю где быстрее еще на сколько тут ну тут нечего а вот играл хентай непон у него был сервер xxx но у меня указан играл гейс у него сервер xxx совпадение даже смысле сервер ну сервер name оффлайн русский у меня player name хейс не лан забей это был топ-2 потому что да да ну бафомет это у нас был топ-3 то заряжение кстати пузик 2 это хейс не поздравить а ты все равно не не актив и за счет у них за киен сделал получается сколько 700 да ну и около 700 за плюсом с хабаровска за киен кереза сделал пуст сделал 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 ну я надеюсь что сделал нет не сделал мне да тоже почему-то оттуда начинал но падал на рампу это быстрее 1600 как у пуза там форст их вообще 1800 вот он здесь очень много поимел ой от стены а зачем от стены ты можно руки джем так вот тут не так нормально тоже но это мне кажется медленнее будет что-то не подсказывает и вот тут он как раз то что я говорил без прыжка просто на слики да ну прошел ну чисто как будто значит будет это easy пацаны сейчас все сделала ну вот в общем-то но на фишу очень медленно получилось но медленно до уха и за побыстрее финиш был ну не идеально дымка далеко не идеально считаю окно не знаю я не думаю что стоит смотреть стоим скейли потому что это по минуте каждая дымка нет у нас главное сделать это среза со спейсингом на ракете то есть на сразу руки джемзил и через верх ты очень быстро было молодец да так давайте я вам покажу бруксер кончились на этой демке это было первое место за кем поздравляю тебя ты у нас активе сейчас насколько я знаю но все равно возможно посмотришь этот обзор а ты посмотришь этот обзор и потом мне напишешь что я что-то сказал неправильно но брат ты же зарулил так что красавчик получил 66 рейтинга получил бы на 3 рейтинга больше тебе пущу димон руку пожал гиброк получил не получил минус один рейтинг но собственно видимо так ему и надо карта сейчас вам покажу онлайн рекорды в кутре у нас первое место 33336 вместе с индором сделал шайн это быстрее на полторы секунды чем у рекрута и cpm рекорд у того же индора 21 и 6 а это быстрее чем язык вена на 3 и 2 офигеть за кем старайся лучше это конечно выглядело быстро недостаточно мой я топ-10 затесался ну в общем то вот такая вот карта наверное следующий паркап то свечи варка в 202 арку я не знаю пока он наконец нормальной карты подъехали лично вот так что все ребят спасибо всем за просмотр пишите обязательно комментарии комментируйте критикуйте что-то может быть подчеркнем улучшим и так далее и так далее и собственно все всем удачи приходите на стримы которых теперь нету на ютубе они только на твиче а кстати кенекс 0 рейтинг получил красавчик ну все тогда всем пока ребят да всем удачи всем пока удачи всем пока